Ночи в Смоленской области, наверное, как и везде, тихие и спокойные, но именно в эту, 16 мая 43-го года, над железной дорогой между станциями Заболотинки и Крынки, вдруг послышался легкий гул самолетного винта, а потом и шорох парашютных строп. Четыре советских диверсанта приземлились в тылу врага. Командовал группой гвардии старший сержант Дмитрий Яблочкин, который уже имел большие заслуги перед Родиной. В 1942 году он пустил под откос железнодорожный состав с живой силой и танками противника, за что и был награжден орденом Красная Звезда. Кстати, за день до высадки под Смоленском он отметил свой 33-й день рождения, правда праздновать было некогда. В это время фронт под Древним Городом был стабильным, но советское командование уже разрабатывало планы по его освобождению. Наступление Красной Армии начнется пока не скоро, но уже сейчас нужно было расшатывать постепенно немецкую оборону действиями малых групп. Целями отряда Яблочкина были разведка и возможные диверсии на коммуникациях врага, чем красноармейцы и занялись. Закопав в земле свои парашюты и найдя скинутое с самолета отдельно вооружение и взрывчатку, сначала они заминировали железнодорожное полотно, заложив на нем несколько мин. Уже скоро появился немецкий эшелон. Паровоз неторопливо тянул за собой 28 вагонов и шел в сторону Смоленска, везя боеприпасы и питание в город. Наехав на мину, он взорвался и рухнул под откос. Диверсанты же методично записали результат. Разбит паровоз и 5 вагонов, 8 вагонов повреждено, а потом красноармейцы быстро собрались и растворились в темноте. Путь их лежал к полевому немецкому аэродрому. Действуя скрытно и аккуратно, но с определенной степенью наглости, Яблочкин со своей группой проникал в деревни, занятые немцами, где вел разведку и добывал сведения об оборонительном рубеже противника. А потом на важные объекты наводил советскую авиацию. Также в одной из деревень ему даже удалось заминировать несколько автомашин и забрать документы и оружие у беспечных водителей, а на железнодорожной станции взорвать никем не охраняемый паровоз. Ну вот и аэродром. Разведав расположение складов с боеприпасами и горючим, скрытые стоянки самолетов и режим взлета немецких истребителей ПВО, диверсанты вновь вызвали советские бомбардировщики. Немцы не успели среагировать, как на взлетных полосах раздались мощные и яркие взрывы. Горело все – самолеты, бензовозы, склады, пылало лес вокруг, где прятались черные юнкерсы. Их обожженные остовы возвестили об удаче советских разведчиков, которые снова растворились в ночи. 28 мая Яблочкину вновь удалось пустить под откос немецкий эшелон. На сей раз были разбиты паровоз, 10 вагонов и 2 платформы. На 23 числа группу обнаружили. Завязался неравный стрелковый бой. Трое товарищей гвардии старшего сержанта смогли отступить, а его коварная пуля ранила, и он упал. Немцы окружили разведчика и предложили ему сдаться, но вместо этого им ответила только автоматная очередь. И тогда они пошли на штурм. 10 человек Яблочкин смог положить возле своей позиции, прежде чем его взяли в плен. Разъяренные фашисты сразу же вынесли диверсанту смертный приговор. Немецкий офицер выстрелил ему в голову, а солдаты стали бить его прикладами и протыкать штыками. Потом они срезали с формы знак гвардии СССР. Раздели солдата, разули и бросили его тело тут же под деревом. Дмитрий Михайлович Яблочкин родился 15 мая 1910 года в селе Верхний Корец Воронежской области в семье служащего. По национальности он был русским и до войны работал лесником, а в июне 1941 года пошел сражаться в Красную Армию. К 1942 году он стал командиром отделения 10-го гвардейского отдельного батальона минеров и особо отличился в боях на территории Лиозненского района в Белоруссии. Конечно, эта история была бы с трагичным концом, но... После расстрела очнулся Дмитрий Яблочкин через 10 часов все под тем же деревом. Офицерская пуля прошла по касательной, сильно расцарапав голову, а немецкие штыки не задели жизненно важных органов. Его сильно знобило, вокруг было много крови, но он, назло всем врагам, был жив. Из последних сил, превозмогая боль, он попал в сторону леса и смог найти свою группу. Неожиданной и удивительной была эта встреча. Разведчики спрятали своего командира в болотистых кустах, а вокруг рыскали немецкие патрули, разыскивая притаившихся диверсантов. Несколько раз захватчики проходили в двух метрах от Яблочкина, но тот ничем себя не выдал. 66 суток провел он в тяжелом состоянии в лесу, прежде чем его 23 августа смогли эвакуировать на самолете в тыл. 4 июня 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и борьбы с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему сержанту Яблочкину Дмитрию Михайловичу было присвоено высочайшее воинское звание – Героя Советского Союза. 30 танков с крестами на бортах наступали на советские позиции. Шел август 1944-го. Войска 1-го Прибалтийского фронта закончили Шаулянскую операцию и вышли к Рижскому заливу, но теперь сдерживали яростные контратаки противника. Дмитрий Яблочкин смотрел в бинокль, наблюдая за полем боя. Да, тяжелейшее ранение, да, Герой Советского Союза, но война-то еще не закончилась. Так вот, 30 танков шли на позиции взвода товарища Яблочкина. Немцы открыли ураганные огони своих пушек, а у советских бойцов были только автоматы и противотанковые ружья. Конечно, их выстрелы царапали броню немецких танков, возможно, даже красноармейцы сбили пару гусениц и приборов наблюдения, но такую махину они остановить, конечно же, не могли. Танки прорвались и пошли в тыл советским стрелкам в попытках быстро захватить мост, но тот перед самым их носом взлетел на воздух. Дмитрий Михайлович заманил немцев в ловушку. Все вокруг было заминировано, и в попытках объехать препятствия немецкие танки стали рваться на минах. После четвертой сгоревшей грозной машины фашисты отказались от своей атаки и повернули обратно. За этот подвиг герой был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Жаль, но о мирной жизни героя очень мало что известно. В 45-го года младший лейтенант Яблочкин находился в запасе и проживал в городе Боброве, своей родной Воронежской области. Он опять вернулся работать в лесхоз и дожил до 82-го года. Друзья, пишите в комментариях, если вы что-то еще знаете из жизни Дмитрия Яблочкина. Также подписывайтесь на канал и будьте счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok